Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такое вот святое, как говорится, для каждого русского название, деревенька Бородино под Москвой, где случилось самое впечатляющее событие истории Отечественной войны 1812 года. Вот о ней у нас сегодня разговор. О ней. О деревушке Бородино? Нет. Об этой войне, об этом вот событии Бородинской битве. Значит, у меня, я вот в прошлый раз вам покаялся, что я, мое представление о войне 1912 года формировалось непосредственно в 1962 году, когда вся наша страна праздновала, отмечала 150-летие Великой, то есть просто Отечественной войны 1812 года. Значит, помню я в деталях всю кампанию, которая велась с тех пор самых. Было масса тогда всякого материала, подходящего для изучения. Диафильм у меня был, не один. Специальный диафильм про Бородинскую битву, специальный диафильм в деталях и в подробностях со схемы про всю войну от начала до конца. И вот я вам сейчас ту канву, по которой я буду вышивать сейчас крестиком, я вам сейчас перескажу. Значит, Наполеон. Случилось это по новому стилю 24 июня. Вот 22 июня Гитлера напал, а Наполеон 24 июня перешел через речку Неман. И вторгся в пределы России. Два дня его в армии переходило через Неман по мостам, а перед этим он его примерно два дня возводил эти мосты. То есть на самом деле агрессия, вот так сказать, в завершающую фазу началась тоже 22 июня, как и у Гитлера. Вот замечательное совпадение. Перешел он и начал двигаться вглубь страны. В ту пору, как утверждает Лев Толстой, по плану Пфуля, как утверждает советская литература, по плану Фуля. Вот Лев Толстой называл этого немецкого военспеца на службе императора Пфулем, а вот сейчас его называют Фулем. Русская армия была очень грамотно разделена на три, ну скажем так, сегмента. Три сегмента, которые растянулись вдоль всех западных границ России на случай как раз отражения нападения неприятеля. Но неприятель напал силами втрое превосходящими силы этих, так сказать, трех армий, расположенных вдоль границы. Поэтому пришлось отступать вглубь, заманивая, как бы сказать, неприятеля на свою территорию. Так уж получилось. Заманивая это громко сказано, потому что пришлось отступать в избежание потери всей армии вообще. Ну, правильно. То есть не давали, так сказать, серьезных генеральных сражений, но это была не катастрофа. Это был упорядоченный отход. Сначала они собирались собраться все вместе в, так сказать, Дрисском лагере, так называемом. И на этом укрепленном, так сказать, плацдарме дать бой Наполеону. Надо сказать, что вся война, как это ни странно, прошла по той схеме, которую в самом начале войны составил для себя и для своих офицеров Барклай де Толли. Нас тогдашний главнокомандующий шотландец по происхождению, Барклай де Толли. Вот к нему русские так не очень хорошо относились, потому что, ну, дескать, иностранец, что же все, отступать, отступать, измена. Ну, знаете, как всегда это бывает. А на самом деле все, что происходило в дальнейшей схеме войны, было так, как с самого начала Барклай де Толли предсказала. Поэтому, ну, как-то потомки, по заслугам его оценили, около Казанского собора в Петербурге, который построен как раз, ну, вот, в честь победы в отечественной войне 19-го года, стоят два памятника Барклай де Толли и Кутузова, вот, значит, на равных основаниях. Ну, кстати говоря, даже в какой-то степени, наверное, Барклай де Толли, как военный теоретик, как организатор войны, сыграл, наверное, даже большую роль, чем Кутузов. Как-то его заслуга очень велика. Вот. Он уговорил отступать, отступать вглубь. Он рассуждал очень просто. Отступаем вглубь страны. И, как говорил один из персонажей романа «Война и мир», какой-то, значит, немец, чей разговор слушает Андрей Болконский, случайно подслушал, перенести борьбу в пространство. То есть, растянуть вот эту вот, так сказать, линию. 600 тысяч была общая численность Великой Армии, как она называлась у Наполеона, вот эта Европейская Армия, 600 тысяч человек. Причем, больше половины это были не французы, к Франции не имели никакого отношения. Это, как называлось, говорили армии двунадесяти языков. Там были португальцы, испанцы, итальянцы и разнообразные немцы, потому что так Германии не существовало. Были просто различные немецкие государства, австрийцы, поляки очень много составляли. И надо сказать, что Барклайде то ли удалось навязать действительно Наполеону вот эту вот отечественную войну. У Наполеона была очень простая цель. Ну, во-первых, вот как нам объясняют в учебнике. В учебнике нам пишут так. Причина войны. Дело вот в чем. Дело в том, что Россия изнывала от континентальной блокады. Континентальная блокада – это такой порядок, который установил в Европе Наполеон. Он запрещал европейцам торговать с Британией. То есть, это фактически была блокада Британии, но это вот Европа сама себя заблокировала от британских кораблей и британских товаров. Наполеон говорил нет, говорил Наполеон нейтральных судов. Все суда все равно торгуют английскими товарами. Россия от этого очень страдала. Значит, сухопутным путем вывезти вот такие вот громоздкие тяжелые российские товары, как там зерно, пеньку, воск, вот эти обычные экспертные товары, было просто, ну, физически невозможно. Железных дорог не было, на вазах много не увезешь, и дорого это. А на кораблях, вот это все-таки каждый кораблик, тонн 60, там, маленький кораблик, а большой и больше, увезет груза. Вот какие были в ту пору проблемы. И Россия была в этом тяжелом состоянии. За один год инфляция, а тогда у нас были бумажные деньги, и если сейчас мы говорим, значит, сколько там за рубль, или дается долларов, или вернее за доллар, рублей, тогда говорили так. Так, сколько копеек серебром стоит рубль? Бумажный рубль. Бумажный рубль, рубль ассигнациями, да? Рубль ассигнациями стоил 60 с чем-то копеек, а через год, вот как раз перед 19-м годом, он стоил 20 с чем-то. То есть, рубль обесценился почти в три раза. Это очень больно било по экономику, тем более, что приходилось все время покупки-то в Европе делать, а в Европе покупки приходилось делать опять же сухим путем переплачивать за доставку. Французы становились монополистами, им платить. Разревал еще конфликт среди крестьян и среди купцов, потому что хлеб, который зачастую часто Россия вывозила, то он оставался, и цены на хлеб падали, переизбытка вот такого зерна, и очень сильный конфликт между купечеством и государством происходил. То есть, вплоть до... Купечеством и крестьяством, но государство за крестьяна выступало. И вплоть до того, что, возможно, новые восстания могли бы начаться, если бы Наполеон не вступил бы в Россию. Да, если бы Наполеон не вступил бы в Россию. Ну и Россия стала ограничивать ввоз французских товаров в Россию. Значит, предметов роскоши там. Ну реально через Балтийские порты все равно шла контрабанда. Реально, вот великий Наполеон не смог побороть в Европе коррупцию. Ну, представляете, Европа с огромной протяженностью береговой полосы всегда найдется, так сказать, бухточкой, через которую контрабандисты ввезут английские товары и вывезут европейские товары в Англию. Ну, то есть... Но все равно товароборот сильно упал. Ну, товароборот упал. Россия от этого очень сильно, значит, страдала. И Англия тоже. Англия тоже страдала. И это-то явилось, наверное, причиной того, что вот между Россией и Францией вот такой экономический конфликт назревал. Но не он был главной причиной. Наполеон тоже был человеком таким романтическим, наверное, как и Павел Петрович, творческим. С большой симпатией французы всегда относились к полякам. Незадолго до этого Польша в очередной раз подверглась разделу. От нее были отторгнуты территории, которые вошли в состав Российской империи. В конце 90-х годов XVIII века у русских с поляками, с Российской империей у поляков всегда были плохие отношения на почве вот этих вот разделов Польши. И у Наполеона была такая идея совместить приятное с благородным. Нужное с благородным, лучше сказать так. Вот эта кампания первоначально называлась Вторая польская кампания. Нужно было вернуть Польше те территории, что были отторгнуты Россией вот незадолго до этого. Меньше 20 лет прошло. Нужно было их вернуть, решил Наполеон. То есть, что Вильнюс, современный Вильнюс, территория Белоруссии современной. Вот это он все хотел вернуть. А между делом, добившись военного поражения России, он заставит ее строже выполнять требования континентальной блокады. Вот и все. Вот вся его задача. И сразу же эта задача была поставлена под сомнение, ее реализация, русской армии. Русская армия отступала. Вот, оказывается, какой был гениальный трюк. Мы же этого не понимаем. Не просто вот мы отходили от противника с боями, мы его заманивали вглубь. И вот армия Наполеона, действительно, насколько гениальный был Барклай-де-Толли. Армия Наполеона несла страшные потери. 150 тысяч человек без боев, не боевых потерь они понесли. Болезни, утопания при переправах, дорог в тех местах практически не было. По-моему, Наполеону принадлежит эта фраза, что в Европе нет, а в России нет дорог, в ней есть только направление. Вот эта вот ситуация была очень плохая. То, что очень много было в тех лесах партизан, где проходили... Тогда еще партизан не было. Ну как, не партизан, а крестьяне, разбойники, которые и бежали, и зачастую грабили французов, и наносили им очень сильно большие потери вот у людей, которые жили по лесам. Но партизаны-то больше действовали уже на конечном этапе войны. Ну, это вот не партизаны, а целые просто деревни снимались от разорения, забирали весь скот, зерно и уходили. И когда попадались французы, естественно, они вредили им. То есть нельзя назвать их партизанами в прямом смысле слова, но определенные потери очень сильно несла армия. И вот еще одна случилась незадача, такой очень тонкий национальный вопрос нам придется затронуть. Вот когда таких... Карл Маркс называл это трогать больной зуб. Когда он, значит, своими собеседниками начинал национальный вопрос трогать. Это он так Карл Маркс называл. Ситуация была такой, что долгое время я не мог понять, почему вот этого вот успешного императора Наполеона на территории вот этих вот, на западных территориях Российской империи не поддержала местная еврейская диаспора. Она сразу заняла по отношению к этим оккупантам резко отрицательную позицию. Евреи народ торговый. То есть у них сразу у Наполеона возникли проблемы со снабжением. Еврейская диаспора, вот это, скажем так, снабжала русскую армию разведданными. Устроила мелкие диверсии. Устроила маленький саботаж в тылу у Наполеона. Вот такие вот всякие вещи. Я долго-долго не мог понять. Ну что это, как вот, по внушению свыше, что ли, вот так вот рассказали? Ну нет, ведь сначала Наполеон, он дружил с евреями. Ну сначала Наполеон, да, был демократом, таким либералом. В синагогах даже возносились гимны Наполеона, и, по-моему, в еврейской энциклопедии вот перечислено такой достаточно большой абзац только авторов этих гимнов. А потом Наполеон, он перестал быть таким либералом и демократом, и он начал устраивать такие вот гонения. Ну какие-то такие антисемитские высказывания, антисемитские действия. И поэтому вот все-таки евреи российские, они решили поддержать русскую, российскую императору, который все-таки не притеснял до такой степени их пока еще. Да. Ну вот такая вот ситуация вышла. Вот это, оказалось, тоже играет роковую, в общем-то, роль. Кстати, Барклай-де-Толли был в ту пору удивлен вот такой лояльностью по отношению к себе, к русской армии еврейского населения, что он предлагал им деньги за вот эти вот услуги, за разведданные. Они говорят, нет, нет, не надо, мы вот исключительно вот из добрых побуждений все это делаем. Вот ему так вот отвечали. Вот такая вот вышла вот ситуация. И, ну, бесконечно от боев уклоняться было невозможно, потому что Наполеон стал активно действия проявлять, пытаться разрезать русскую армию. Значит, получались арьергардные бои. Но так или иначе, без таких вот крупных, больших сражений, ну, таких вот запомнившихся в истории Отечественной войны, армия докатилась до Смоленска наша. Под Смоленском окончательно все армии были соединены, и возникла мысль все-таки дать генеральное сражение. Вот эта мысль, как вам сказать, я не думаю, что ее поддерживал Барклай-де-Толли. Барклай-де-Толли хотел спокойно уйти из Смоленска, но вот тут началась вот эта вот... У него постоянно был конфликт с Багратионом. С Багратионом был конфликт. К Багратиону все-таки хотелось как-то вот, как это у Лермонтова, разорвать французские мундиры, русские штыки. Вот. А Барклай-де-Толли все по науке, отступаем, отступаем, отступаем. Ну, грамотно растягиваем линию коммуникационную французскую, оставляются части для наблюдения, как тогда называли. Значит, гибнут люди при переправах, заболевают от кишечных заболеваний, пользуются плохой водой. Пожалуйста, вот все проблемы. Армия истощается без единого боевого соприкосновения. А ведь трехкратно превосходившая русскую была французская армия. Ну, что, армия, великая армия, как называлась, армия двунадесяти языков. Вот какая ситуация была. Ну, так или иначе, сражение под Смоленском приключилось. Сражение было весьма и весьма кровопролитным. Смоленск сгорел. И вот, когда, наконец, Смоленск русская армия была окончательно оставлена, Наполеон оказался в очень затруднительном положении. Углубившись на территорию Российской империи чуть ли не на тысячу километров, а, пожалуй, что и больше, ему негде даже было перезимовать. Был август месяц, Смоленск сожжен. Ну, что-то там осталось, но для его великой армии вместиться в этом Смоленске где-то поместиться было просто невозможно. Слишком мал был город для его двухсот с лишним, на тот момент, тысячной армии. Тем более он был сожжен, склады взорваны, все сожжено. Ну, вот ничего не было. Все надо было добиваться, все снабжение армии приходилось возлагать надежды на снабжение из Европы. Что по этой вот растянувшейся коммуникационной линии, что делало его крайне уязвимым. А тут еще Барклай-де-Толли стал создавать партизанские отряды, которые на этой коммуникационной линии-то и действовали. Плюс к этому крестьяне обиделись на Наполеона. Кстати говоря, Наполеон тоже еще одно загадочное действие. Он ведь мог всех крестьян к себе сильно расположить, отменив крепостное право. Чего, конечно, крестьяне сильно бы поддержали. Это начался бы второй Пугачевский бунт, и во главе этого Пугачевского бунта восстал бы Наполеон. Вот рассказывались такие вот, Достоевский, по-моему, один из персонажей его, такую гипотезу в уста Наполеона вкладывает, рассказывая о своей якобы встрече с Наполеоном. Что вот Наполеон спросил, а вот если я приму православие, меня русский народ поддержит? То есть он хотел стать новым Пугачевым православным. Ну, это, по крайней мере, персонаж у Достоевского так моделирует. Ну, Наполеон не мог об этом не подумать, естественно, эта мысль так или иначе Наполеоном обсуждалась. И, по крайней мере, вернувшись во Францию после поражения, мы как считаем, ну, действительно поражение, он оправдывался тем, что мы, говорит, могли бы, я мог бы выиграть войну, освободив крестьян, но это, во-первых, лишило бы многие семейства имущества, вот такую либерально-демократическую какую-то вот такую фразу сказал. Ну, а какие семейства, с которыми он воюет? Дворянские семейства, ну, гуманизм, Европа, Либерте, Галите, ну, кто его знает. Вот такая вот у него была идейка. Вот. Оставили Смоленск, и все капают, капают, интригуют против Барклая-де-Толли. Наконец, за пять дней до, собственно говоря, начала действия на Бородинском поле, не до начала Бородинской битвы, а до начала действия на Бородинском поле, армию передают Кутузову. Кутузов прибывает в армию, он прибывает с юга, оттуда из Бессарабии, из Молдавии, где он, значит, с турками успешно дипломатические, значит, переговоры вел. По сути дела, он лишил французов надежды на помощь Турции в этой войне. Вот это был очень важный, так сказать, его успех. Это половину дела он выиграл. Я вот сейчас все хвалил Барклай-де-Толли, как он здорово заманил в тыл, сохранил свою армию и очень сильно ослабил армию Наполеона просто расстоянием во всех отношениях. Вот. А Кутузов, значит, убил, так сказать, союзника Наполеона. Он не стал союзником Наполеона в этой войне. Ну, потому что, по-моему, в 2012 году была резко свернута турецкая кампания. Да, да. И русские в ту войну захватили достаточно большие площади и могли требовать большие права. А в данном случае... Больших уступок. Да, большие уступки. То есть все было сведено к минимуму. И вот именно подписан мир, что Турция не будет уступать за Наполеоном. Да, ну вот это было достижение Кутузова на тот момент. Все-таки он сумел это уговорить. Уговорить Турцию, восточного нашего противника. И поле битвы-то выбрал полковник Толь, Карл Федорович Толь. Малоизвестная достаточная фигура. Из Эстонии был, так сказать, товарищ, барон. Немец, наверное, от эстонского происхождения. Он выбрал место битвы. Грамотный офицер его всех характеризует. Участник альпийского похода Суворова. Там его Суворов награждал. Отличия он там получал от Суворова. За его, так сказать, мужественное поведение в этом альпийском походе. Человек вполне заслуженный. И вот он выбрал место битвы. На это еще указывал Лев Толстой. Что Бородинская битва случилась совсем не так, как ее перед этим планировали. Вот давайте-ка я вам покажу на картинках. Попробую показать. Вот Бородинское поле. Ну, Наполеона и Кутузова узнали. По разные углы нарисованы. Задумчивый Наполеон. Из картинки отречения Наполеона почему-то. И такой Кутузов, так сказать, геройский. Что за Бородинское поле? Река. Колоча. Деревня Бородино. В деревне Бородино мост. Такой вот наведенный мост через речку. Этот мост обслуживала, как это называется, экипаж. Флотский экипаж, так называла. Ну, команда, состоявшая из матросов. Моряки. Моряки сыграли, оказывается, собственно, в бою за Бородино очень важную роль. Так. Семеновский овраг вот здесь проходит. Лес, непроходимый лес. Утица. Деревня Утица. Хотел Кутузов, ну, вследствие... За Толем, полковником Толем, вот так выбрать свою позицию. За рекой Колочей на некотором расстоянии. Значит, Шевардинский редут. Цепочка, значит, батарея, курганная батарея Вараевского. И тут еще один редут на правом фланге, вот здесь. Который совсем в бою-то и участия не принимал, как потом оказалось. Вот так. Значит, то есть, приходилось бы французам форсировать речку Колочу ввиду батареи русских. Французы бы несли потери. В общем, удачная была позиция. Вот так вот было задумано все. Ну, Наполеон все карты смешал. Как уж так получилось, не знаю, но он, значит, взял Шевардинский редут. Упорный был бой же Шевардинский редут, который не превратился, так сказать, в генеральное сражение. И совершенно изменилась конфигурация. Правый фланг, где вся стояла, так сказать, мощь российской армии, хорошо укрепленный фланг правый. И вот так вот, под прямым углом к нему, значит, вместо вот такого вот направления, Шевардинский редут, случилось вот размещение. Наскоро сделаны были укрепления Багратионового флеша. Это такие два стрелообразных земляных укрепления, и между ними еще так называемый редан такой тоже, значит, уступ. Редан. Вот. Она исказилась. Здесь не было подходящих инфраструктуры для обороны армии. Вся сила находилась вот в этом районе. И всю битву, значит, как рассказывают о битве, как мне рассказывали о битве. Вот в битву, ну, в советское время говорили, Кутузов выиграл Бородинскую битву. Называли мы ее Бородинская битва. Французы упорно ее называли Московская битва, Московское сражение, сражение за Москву. Они говорят, что французы выиграли эту битву. Но дела обстояли следующим образом, на самом деле. Ну, есть такое мнение, которого меньшинство историков почему-то придерживается, что битва сошлась в ничью. Сейчас я вам расскажу. Значит, в нашей энциклопедии большой советской рассказывают, что вот русские, там, значит, находка у них была такая тактическая. Фланговые движения, значит, флангов вдоль, значит, линии обороны перемещали они войска, фланговые маневры. Получается, они под огнем перемещались? Да, они перемещались под огнем. В силу того, что вся армия находилась на правом фланге, который, в общем, почти не принимал участие в бою, постоянно перебрасывать подкрепления, туда к Багратионовым флешам, к деревне Утица, на Семеновский овраг. Приходилось с правого фланга под непрерывным огнем противника. Все резервы были очень неудачно расположены. Помните, князь Андрей, его полк, вот, находясь в резерве, большие потери нес именно за счет огня французской артиллерии. Количество войска у русских и у французов было примерно одинаковое, так вот говорят, где-то в районе 130-135 тысяч с каждой стороны. У русских, правда, еще было, значит, и регулярные, то есть нерегулярные конницы казаки, и ополченцы были. Но это как-то вот не очень считалось опытной армией, это вот как-то вот она второсортной воспринималась, второго качества, второго сорта. Вот, и артиллерия была примерно одинаковая. У русских было чуть-чуть больше, там, на несколько десятков стволов. 600 с чем-то, вот такой вот порядок был артиллерии, но... Ну, если бы я не ошибаюсь, 200 орудий было забыто в бою из-за гибели какого-то из командующих. Да, и представляете, вот треть орудий русская армия лишилась. Она не лишилась, они просто не участвовали в бою, они их забыли. Вот так получилось, что действительно русские забыли о 200 орудиях и, по-моему, о двух полках. И вот эти два полка и 200 орудий оказались единственным резервом русской армии после Бородинской битвы. Они их просто забыли, все остальное в бою было, принимало участие. Еще забыли, значит, отдавать команды атаману Платову и Уварову. Уваров, значит, командовал кавалеристами, у него было подразделение кавалеристской атамана, Платова были казаки. И вот, в общем-то, неизвестно, получили ли они какой-то приказ во время боя, я когда был маленький, вот это вот, как говорилось, как выдающаяся тактическая находка такая была, значит, конница Платова и Уваровцы сделали рейд по тылам Наполеона, да? Вот. По-моему, они единственные, кто не получил за Бородинское сражение никакой отличительной награды. Потому что считалось, что даже, возможно, этим они внесли только вот какие-то вот сумятицы в свои ряды, а не в ряды Наполеона. Хотя говорят, что это было, что они вот там не дали наступление Наполеона новому, ну, кто знает. Ну да, ну, говорят, что они просто сделали по собственной инициативе, просто от скуки поскакали к флангу неприятеля, то есть, как теперь выясняется, не по тылам, а на фланг они сбегали неприятеля, потыкались в него и разошлись. Вот какая ситуация была в начале Бородинской битвы, уже после того, как был занят редут Шевардинский, вот такая вот Г-образная установка. Началась битва полшестого утра, одни говорят в пять часов утра, другие говорят в полшестого. Из-за того, что французы атаковали вот этот вот мост через Бородино, в районе деревни, мост в районе деревни Бородино, через речку Колыча. И это части, прорвавшись через мост, они потерпели поражение в итоге, потому что моряки успешно уничтожили мост. Сожгли мост, французы оказались в ловушке. Вот, собственно говоря, этим и кончился Бородинский бой, собственно говоря, Бородинский бой. А дальше началась вся эта вот московская битва. Французов ударили по Багратионовым флешам, вот сюда, они старались их прорвать. В ту пору, когда я изучал Бородинскую битву, нам объясняли так, вслед за полковником Толем, что Бородинские флеши пали в районе 19 часов дня. На панораме Франца Рубо, на Бородинской панораме, которую можно посмотреть в Москве, на Кутыловском проспекте, там как раз изображен этот момент, когда, значит, только-только пали на Багратионовые флеши, вот там, говорит, показывают коляска, в которой Багратионы везут в госпиталь, вот такая вот картина изображается. На самом деле это произошло в 9 утра. То есть в течение двух с половиной, трех часов французы добились того, что заняли Багратионовые флеши. У них, они очень успешно использовали артиллерию. В итоге цифры потерь были таковы, что обороняющаяся русская армия потеряла несколько больше, чем атакующая французская армия. Вот большинство источников дает перевес вот потерям русской армии. Но однако французы потеряли в два раза больше генералов, чем русские. Да, но генералов французы потеряли в два раза больше, чем русские. Но это можно говорить о том, что и генералы участвовали в сражениях более сильнее, чем наши. Более активно, да? Более активно. Ну, не знаю. Но, по крайней мере, вот этот перевес в артиллерии в полтора раза, он очень болезненно сказался. Это курганную батарею Раевского во второй половине дня французы взяли. Почему? Потому что они ее разрушили артиллерийским огнем. Представляете, какой должен был огонь быть, чтобы этот земляной курган был, значит, разрушен тогдашним артиллерийским огнем. Что-то было, видимо, совершенно кошмарное. Кошмарное событие какое-то было, явление природы. Ну, давайте я вам картинки покажу. Давайте поглядим на рисунки. Вот эта вот картиночка изображает тот самый бой, тот самый Бородинский бой, раннее утро, полшестого утра. Вот этот вот мост, вот этот вот флаг Андреевский, так сказать, моряков. Моряки вот защищают этот мост, так сказать, успехи. Они выиграли это дело, то есть это, безусловно, для моряков Бородинский бой за мост вот этот, он был ими выигран. Вот молодцы моряки русские. Вот так вот. Вот он, горит мост. Вот это вот на картинке. Курганная батарея Раевского. Курганом смерти называли его французы. Вот очень много людей погибло от картечного огня. Но все равно французы выкатили напревую навозку пушки и разрушили батарею Раевскую. Вот какие французы были молодцы. Вот картинка. Значит, это, говорит, 12 часов дня. Так, это Бородинский панорама фрагмент. На самом деле, около девяти генерал-докторов принимает командование этим флангом. Вот тут вот впереди, вот тут начнется, значит, овраг, этот самый Семеновский, вот на котором, значит, заняли наши обороны. Вот этот Семеновский овраг, чуть правее. Стреляет кто-то там, там кто-то падает от этой пули. Ну, такая очень драматическая картина. Занимает оборону. На этом фланге наступала польская армия. Поляки, так сказать, понятовски ими командовал. Вот Кутузов за полем боя смотрит. Недавно принявший команду, забывший о двухстах пушках. Это вот казаки Платова и конницы Уварова ринулись в рейд по тылам. Вот, стрельба идет на батареи, флеши. Кончилась битва. Двенадцать часов она продолжалась. Кончилась где-то в шестом часу вечера. Еще светло было вполне, но вот, значит, битва кончилась. Этим делом истощились силы. Потери были ужасные. Но первоначально Кутузов очень такую положительную реалиацию писал, что мы остановили неприятеля. Надо сказать, что везде, везде, по всей линии фронта Наполеон сбил русских с их позиций. Они отступили где на 800 метров, где на километры. Заняли в чистом поле фактически оборону. Вот там, где я вам показывал Семеновский овраг, ну, на этой фотографии не очень хорошо видно, а у Рубо сразу бросается в глаза одна ошибка. Он, наши войска, построившиеся на поле, изображаются как сплошную массу людей. Ну, толпа, не толпа, но масса, сплошной, так сказать, строй, каре. На самом деле, для противодействия пехоте в то время использовался не так. Строились цепями. Цепями, которые образуют, значит, некие фигуры. Например, квадрат. Квадратом построены люди, внутри пустое место. Вот так вот лишали кавалерию места для маневра. Кавалерия должна была между этими цепями, значит, скакать по очень узкому проходу. По ним могли стрелять, поражать пиками, штыками. Вот так вот оборонялись против кавалерии. Говорят, что очень большие потери лошадей в конном составе были у французов. Разные цифры потерь назывались за эту, значит, битву. Это вот окончание битвы. Русские сошли со своих позиций немножко назад. Вот. Окончание битвы, все в дыму. Кутузов говорит, что враг отражен. Ему Бениксен говорит, что враг не отражен, враг везде наступает. Везде наши отошли. Вот цифры потерь. В разных книжках по-разному дается. Я поэтому просто выбрал. В книжках, на самом деле, в два раза больше еще, да? Цифры какие. Вот оптимистическая цифра потерь, которую Кутузов называл. 25 тысяч потеряли наши. И 40 тысяч потеряли французы. Вот так вот он. Это была первая оптимистическая цифра. Были цифры противоположные. Вот как сейчас дается в том же самом справочнике. 45,6 тысяч русских, 36 тысяч французов. В годы, значит, празднования 150-летия, я вот запомнил. 36 с чем-то тысяч потеряли русские. 50 с чем-то. А в некоторых книжках писали 60. В некоторых геофильмах 60 тысяч потеряли французы. Наполеон сам говорил, что он потерял 6,5 тысяч убитыми. И сколько-то там, 13 тысяч ранеными. Вот такую он давал. По крайней мере, вот через несколько лет, когда стали убирать трупы, через несколько лет, отсюда и фраза Лермонтова. Лихая им досталась доля, то есть они провалялись несколько лет, разлагаясь на поле, эти трупы. На поле было 38 с чем-то тысяч трупов лошадей, подобранные, сожжено. И 58 с чем-то тысяч, 58 тысяч с чем-то человеческих трупов. Ну, кто, какой армии принадлежал, невозможно установить. Ну, это явно вот выпадает. Ну, часть, конечно, была похоронена сразу, ранены были увезены там и так далее. Вот это все вот происходило. Ну, была ли нужна эта битва? Новый пришел начальник Кутузов, решил дать битву. Потому что все хотели, как говорит Лев Толстой, все хотели этой битвы. Императорский двор хотел этой битвы. Значит, солдаты хотели этой битвы, потому что не понимали бы, что они без конца отступают. То есть это было просто некоторое такое вот нарушение стратегического плана Барклайда Толли. Нарушение, в общем-то, в пользу французов. Потому что французы сохранили резервы, они не были поражены, обескровлены. Про эту Бородинскую битву до сих пор много разных, все новых и новых историй рассказывают. Я однажды общался с молодым человеком, поляком, который интересуется очень Бородинской битвой. Потому что там на правом фланге как раз польская армия воевала. Он в деталях все это помнит. На своем правом фланге. Он рассуждает как раз в других понятиях. У нас на левом фланге утица, а у поляков, значит, на правом фланге. Он с другой стороны эту Бородинскую битву видел. Он прям такую подробность рассказал. Оказывается, там испанцы, которые сражались, они решили сдаться в плен к русским. Они тоже были где-то на правом фланге. Суматоху боя, непонятно кто есть, они перебили своих французских офицеров, испанцы, пошли сдаваться, идут. А ни слова ни по-русски, ни по-французски испанцы не знали и не могли с нашими объясниться. Движутся, встречают русские, завязывается бой. Испанцы пытаются объяснить непонятно русским, что это, значит, пришли сдаваться. Ну, они, значит, смяли вот этих вот русских, которые от них пытались защищаться, продвинуться. В результате их даже удостоил какой-то Наполеон, так сказать, награды, что они удачно куда-то там в тыл к русским зашли и сходили. Кстати, о войне, которая велась, вот это вот такое событие само по себе с испанцами любопытное, а еще более любопытное было с русскими. Наполеон писал гневные письма императору, говорят, уведите войну по-человечески, почему вы все время отступаете, давайте генеральное сражение. И Наполеон, конечно, был поражен о том, что русские, они ведут войну совершенно не так, как вели во всей Европе. Ну, потом там очень сильно использовались партизаны у нас, это вот как-то его не очень нравилось, эти наскоки на его фуражеров, на транспорт. Вот, кстати, Барклай де Толли, вот наш идеолог этого отступления. После этого отступления, значит, нужно было принимать какое-то решение. Вот картинка, совет в филях. Ну, тут не хватает нескольких человек, видимо, только те, кто проверенно присутствовал на этом совете в филях, тут изобразил художник. Кстати, вот прям эту картинку восстановил Бондарчук в своем фильме про, значит, война и мир. На печке ребенок сидит, так сказать, дочка хозяина, простите, внучка хозяина этой избы, богатого крестьянина. И вот под образами здесь, значит, разместилось совещание. Кутузов просил не открывать окно, здесь окно, правда, открыто. То есть, реально было чуть потемнее, чем здесь было, при свечах они вели тайный разговор. Протокол не ввелся. Протокол этого совещания со совета в филях не проводился. Суть была такая. Бениксен начал совет в филях, значит, защищать ли нам древнюю столицу русских или отдать ее врагу без боя на поругание. Была, значит, найдена позиция для, значит, продолжения сражения. Как известно, Кутузов-то думал на следующий день Бородинскую битву продолжить. Но когда выяснилось, какие потери понесла русская армия, пришлось отступать. Пришлось отступить до Москвы. И вот следующая позиция была выбрана на Воробьевых горах. Представляете, вот Воробьевы горы, МГУ. Вот это вот была позиция для битвы сзади. Значит, обрыв Воробьевых гор, река Москва, а там Лужники. Такое заболоченное место. В общем, позиция была невыгодная. И Кутузов решил продолжить план Барклай-де-Толли. Хотя с ним он был и не согласен лично с Барклай-де-Толли. У них там все время была такая ревность друг к другу военных наших в 12-м году. Багратион Барклай ревновал. Не знаю, к чему, к власти, к победе. Вот так вот у них получалось. Решено было Москву оставить. Оставляли Москву. А тут есть и положительное, так сказать, чем можно гордиться, и некие не очень удачные вещи. Но можно гордиться чем? Кутузов очень здорово обманул Наполеона. Военную хитрость применил. Это, пожалуй, был второй случай в военной истории нашей Родины. Когда так массово обман военный удался, он стал уводить армию по Рязанской дороге. Нужно сказать, что дальнейшие действия по-разному описываются. Одни говорят так, даже памятник на этом месте стоит, что Кутузов свернул на Калужскую дорогу перед Москвой рекой, не переходя через Москву реку. Там стоит сейчас автомобильный мост, и рядом стоит памятник по поводу этого маневра Кутузова. А другие утверждают, что этот маневр он совершил в районе теперешнего Выхина, станции Выхина, по улице. Даже указывают улицу теперешнюю, это, значит, улица Ташкентская. Там где-то было болото, через это болото была постелена гать, то есть бревна, и вот по этой гате он увел в сторону. Причем французы они преследовать продолжали несуществующую армию. Да, Добронец, это несуществующая армия, правда, был отряд казаков изображал, то есть что-то там есть, там казаки. Они Добронец их допреследовали, удивились, что нету никого, и вернулись в Москву. Но были и отрицательные все-таки какие-то вот такие. Во-первых, из Москвы была вывезена все пожарная техника, то есть то, чем французы могли воспользоваться при тушении пожаров. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, было занято столько лошадей, что раненых из Москвы, по-моему, около 10 тысяч вывезти не оказалось возможным. По официальным данным, 22,5 тысячи. Ну вот, даже так. И все эти люди погибли во время пожара Москвы. Причем не были вывезены огромные архивы, которые находились в Москве, архивы древних летописей. Там вот сгорело известное слово о полку Игове. Огромное количество летописей погибло во время пожара 2012 года. И, конечно, Наполеон, он посылал Кутузову своих каких-то вот людей, спрашивая, зачем вы поджигаете Москву, потому что вы же свое мирное население поджигаете. Кутузов же говорит, что нет, нет, это вы сами что-то жжете, мы не виноваты. Он был такой очень хитрый восточный дипломат Кутузов. Мы, говорит, мы только каретные ряды подожгли, когда вот вы пытались их взять. Но у Кутузова были свои люди в Москве, которые, во-первых, из склады были подожжены, склады была полностью, Москва лишена провианта, и, конечно, оставаться в холодном Москве было мало возможно. И к моменту французского исхода, они там что-то около 30 с чем-то дней пробыли, две трети Москвы уже сгорело, в общем, такая негостеприимная была. Гадают, куда же решил идти Наполеон, да, но вообще так выглядит глупо сходить в Москву и потом зимой обратно возвращаться. Он, значит, говорят так, он, наверное, решил на Украину туда, к теплу, к хлебу. Нет, он не решил, как говорят, на Украину идти, он решил сходить до Калуги, взять Калугу, обзавестись себе, значит, фуражом, провиантом и запасами, значит, пороха, и идти зимовать в Витебск. Вот такой у него был план, но до Калуги он не дошел, Малый Ярославец успел захватить, тут его остановили, раз в семь, по-моему, Малый Ярославец из рук в руки переходил, в результате остался за Наполеоном, но Наполеон не стал продолжать дальше движение. Собственно, это было единственное поражение, когда поле битвы осталось, значит, вроде как за ним, но он его оставил, ушел назад. Он отступил и пошел по старой смоленской дороге разоренной отступать в сторону Смоленска. За ним увязалось огромное количество обозов, ну, во-первых, они везли, что награбили в Москве, какие-то ценности, во-вторых, за ними уходили все иностранцы. Народ очень сильно был на иностранцев, вот на этих всех зол, потому что французы не позаботились о, так сказать, политкорректности в отношении к православной религии. Они оскверняли храмы, они, значит, устроили винный склад в Архангельском соборе Кремля, где похоронены почиющие властители Руси. Они в главном Кремлевском соборе конюшню устроили в Успенском, там, где венчали на царство императоров. Вот, они взорвали колокольный Ивана Великого, часть Кремля. Вообще, вот удивительно, но вот часть Кремля это уже, так сказать, новодел. Народ был очень сильно этим возмущен, французов убивали, догоняли. Когда уже была зима, из них делали ледяные скульптуры народ, так замораживали их там. В общем, французская армия уходила и защищала вот этих вот мирных людей, которые с ними отступали. План был у русских взять французов в клещи при переправе через Березину. Обе стороны Березины была русская армия, но Наполеон сумел обмануть русских. Он, значит, фальшивый мост в одном месте начал возводить, а сам, значит, переправился в месте, которое называлось Студенка. Другое место, как там типа Холодянка, он так не переправлялся. А вот на Студенке он переправился. Была такая достаточно трагическая переправа с большими человеческими жертвами. Вот так вот ее рисуют. Ну, французы защищали, так сказать, мирное население, с которым они уходили. В конце концов, пределы, значит, до Вильно добралось 4,5 тысячи французов вооруженных, все остальное были мирные люди. И границу пересекла тысячи вооруженных французов и 20 тысяч мирных жителей, которые с ними уходили из негостеприимной России. Вот трагические переправы через Березину, мосты подламываются, по ним бьют русские пушки, потом уж подогнали. Ну, жертвы тут рыщут казаки и, знаете, вот, так сказать, калмыки, которые всех убивают. Ну, в общем, вот такой вот ужас, который ожидал армии Наполеона. Вот этим, собственно, все и кончилось. Вот такой вот исход. Что я хочу сказать? Видите, как вот у нас традиционная русская авось. Забыли про 200 пушек, забыли про кого-то еще там. Те сходили в тыл к врагам, их не наградили. Чего, говорит, вы без спроса пошли? Ну, в общем, вот, вообще история 19-го года еще полна тайны загадок. Я вот все думаю, что это вот война 1941-1942-го. Так вот, мы не знаем, сколько мы потеряли, оказывается, и там мы не знаем, сколько в Бородинскую битву было потеря. Вот такая вот история. Кстати говоря, в следующий раз я вам расскажу про другую военную историю, про другой замечательно удавшийся военный обман, когда огромное войско прошло незамеченным мимо сторожевых постов. Но это уже ошиблись русские. Россияне, как мы теперь бы сказали. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok